Доклад Дагмар Бурхарт Это известный эсимеотик, балканист из Германии Ее доклад перекликается с докладом Дмитрия Михайловича Сигала В ветхозаветной традиции, как мы за него говорили В ветхозаветной традиции совершенно нет никакого сходства Нет никакой общности между человеком и животным А доклад Дагмар Бурхарт построен на противоположном Животное, как другое я человека в русской литературе В истолкованном мире, где дует это вельд, это рильки из первой дуинской элегии В мире человека, как существа, одновременно принадлежащего природе и культуре Важное место занимает взаимодействие, система взаимодействия между человеком и животным Первостепенное представление о животных, которые человек Анимали Рассиональ, разумные животные, всегда воплощал в литературе и искусстве А с 1990-х годов поставил в центр новой дисциплины Human Animal Studies Одно из основных ее направлений – комплекс животных в социальном взаимодействии Это попытка осмыслить, социологического осмысления взаимоотношения человека с животными на акциональном уровне Другое направление устремлено на структуры господства или эксплуатации Тут разные социологические подходы Анализ власти у Фуко, критическая теория Адорна Еще одно важное направление новой дисциплины – изменение общественного Отношений между человеком и животным Здесь имеется в виду то, каким образом меняются с течением времени структуры и семантика этих отношений Маркус Вильд ввел в употребление понятие философии животного Тир философии 2008 год В ее основе три основные вопроса «Первое. Думают ли нечеловеческие животные, non-human animals, есть ли существенная разница между человеком и другими животными? Какими должны быть их моральные взаимоотношения?» Вильд сформулировал программу философии животного В которые человек, насколько это возможно, рассматривается как животное Предполагается, что животные, en gros, наделены умом или хотя бы созданием Когнитивная этология Философия животного пользуется натуралистическими методами В том смысле, что рассматривает человека и других животных В первую очередь как природные существа Подчеркивает сходство между ними Однако при этом не забывает и о антропологической дифференции Чужое или даже злое Каким стал зверь В подчиненной человеком природе Должно получить свой собственный статус Уже не путем исключения Из системы человека Но путем Включения в нее И при этом животное Должно быть увидено В своей инакости И в ненаходимости И воспринято Как другое я Человека А не просто получить дефиницию Как машина По Декарту Существо без разума языка По Аристотелю Создание лишенной морали По Канту Или Недосущество С ограниченным миром По Хайдегеру В ненаходимость Это термин Бахтина Относящийся к структуре Диалога В русской литературе Качество субъекта Приписывается прежде всего Высокоразвитым млекопитающим Лошади, корови, собаки, кошки Компенниан списис Сопутствующие виды Но также волку или медведю Птицы, рыбы, рептилии, мыши Насекомые Также обнаруживают способность Проникать в литературу В соответствии с дискурсом эпохи В разное время Они получали доступ В самые разные жанры От былин и сказок До лирики и драмы Вплоть до сегодняшнего Интернет-фольклора Литературное использование Охватывает века От средневековья до классицизма И вплоть до постмодерна Животные в взаимодействии С человеком выступают Как спутники и помощники Верховая лошадь, собака Добыча человека Птицы в записках охотника Где, впрочем, Есть такой Эколого-критический корректив Касьян с красивой мечи Неодобряющий убийство Созданий вольно живущих В лесу и в поле В образах животных Олицетворяются черты людей Басни Крылова Передается им характер символов Медведь, волк, чайка, буревестник Жаба, мышь, муха Они служат проекционной плоскостью Для показа социальных отношений Или антропологических данностей Насекомые в братьях Карамазовых Мухи в чеховской невесте Лошадь в холстомере Иоанне Карениной Или в прощании Изгульсары Айтматова Наконец, собака Муму, каштанка Дама с собачкой Песня собаки Есенина И бунинские снычанга Если в XIX веке Тему животных разрабатывали По преимуществу В плане реалистической психологизации И антроморфизма Исключение Крокодила Достоевского И фантастический рассказ Тургенева собака У авторов эпохи модерна и авангарда Происходит символическая трансформация Животных образов Аллегорическая миниатюра Гаршина То, чего не было Небольшая компания тварей Улитка, навозный жук Ящерица, гусеница, кузнечик Две мухи и гнедой конь Ведет жаркий спор На онтологические темы Но не успевает прийти К единству мнений Потому что большая часть Собравшихся Оказывается раздавлена Сапогом кучера Антона В сказке о жабе и розе Символические черты Получают пока Реалистическую Мотивировку Роза – начало красоты А жаба – мерзкая и отрицательная Ранние тексты Максима Горького Песня о соколе Песня о буревестнике Санет Бальмонта Ласточки О тождествлении Женского лирического Я с ласточкой В стихотворениях Цветаевой психеи Молодость Мандельштам О ласточке И дочке Что поют Часы кузнечик Обнаруживает Метапоэтическое Измерение Птица Воплощает Свободу Стремление Ввысь Человеческую душу И поэтическое слово В чеховской чайке Символ птицы Достиг предельной Смысловой Сгущенности Которая Скажу от себя Отразилась Даже на занавесе Мхата Этот чеховский Символ Может дальше Разве что Цитироваться В более поздних Текстах Как например В цапле Василия Аксенова В зверинце Мандельштама Лирический субъект Хотел бы запереть В клетку Зверей Эмблемы Воюющих государств Льва Орла Медведя Петуха Чтобы опять Обрести мир Вдохновляясь Идущим От Платона Ион Метафорическим Сравнением Поэта Созидающего Лирические стихи Подобно Пчелам Делающим Мед Мандельштам Во многих Стихотворениях Использует Пчел В семантически Значимой Роли Противопоставляя Их Сестрам Осам Олицетворяющим Колки Эпиграмматический Элемент Поэзии Вооруженный Зрением Узких Ос У Брюсова Конь Блед У Белого В Петербурге Апокалиптические Звери Конь Змея Становятся Слугами Мифопоэтического Урбанизма Петербургского Текста У Маяковского Хорошее отношение К лошадям В гаршинской Прозаической Миниатюре Медведя В рассказе Платонова Корона Или Шаламова Сука Тамара Выстраивается Символическое Взаимодействие Между животным Как жертвой Человека И способным К сопереживанию Звериной Тоски Наблюдателем Цветаева В своем Известном Стихотворении Посвящении Называет Маяковского Архангелом И Тяжелоступом Он Возчик И он же Конь Хармс Вводит Образы Животных Сокол Рыба Овца Зверь В свою Абсурдную Поэтику Остранения Литературно Шифрующий Террор Острой Социально Критической Направленностью Характеризуются Животные Персонажи У Булгакова В собачьем Сердце В Утопии Фарсе Маяковского Клоп Где Животные Воплощают Социалистические Идеологемы Бунин В снах Чанга Изображая Китайского Пса Как алкоголика Деконструирует Собачью Тему В его же Отмеченной Буддийским Влиянием Наверли Волки Эти звери Олицетворяют Человеческие Вожделения Подобно К тому Как у пельника В романе Машины и волки Они представлены Двоящимся символом Опасно Неукротимого И природы Вообще Крысы В крысолове Цветаевой Измена Идеалам Человечности И искусства У пастернаков Докторе Живаго Они кажутся Негероическому Герою По имени Юрий Ничего плохого Она не имела Ввиду Святой Георгий Нулевой Ступенью Дракона И он Вступает С ними В борьбу В квартире Лары У Булгакова В «Мастере и Маргарите» Помощником Воланта Выступает Кот Носящий имя Ветхозаветного Чудовища Бегемота Этот персонаж Переживает Своё Второе Рождение В песне О Куджаве О чёрном коте Тиранищем Всю лестницу А у Ахматова В подвале памяти Кот с глазами Как зелёные изумруды Символизирует Утраченный Домашний уют Что же касается Наиболее Похожих на человека Обезьян То они тоже В изобилии Населяют Литературные тексты В пьесе Льволунцы Обезьяны идут Приматы Воплощают Первородное насилие Враждебную силу Нашествие Которые боятся Запуганные люди В басне Льва Толстого В азбуке Льва Толстого Обезьяна была глупой Обезьяной Которая могла Только бессмысленно Подражать А у Зощенко В приключениях Обезьяны Акцент поставлен На безобидности Сбежавшие Из зоопарка Невинной твари В конфронтации Которой В контрасте Раскрывается Качество Агрессивной Людей У Айтматова В произведениях Выдержанных В манере Магического Реализма Белый пароход И плаха Тематизируются Экологические Проблемы И беспокойство О судьбе Обреченных На вымирание Вольных Тварей Морала Антилопы Волки И его Тексты Отсылают Билетризованным Очерком Владимира Арсеньева По уссурийскому Краю Идерсу Узала По которым Сняты Фильмы В автобиографически Документальной Книге Арсеньева Таежный Охотник Из коренного Племени Нанайцев Предстаёт Как неотъемлемая Частица В экологической Системе Уссурийского Края В 902-907 Году Ещё Девственно Нетронутого И текст Производит Впечатление Прежде всего В связи С картиной Мира Связанной С образом Дерсу Узала Который Берёт у природы Только то Что ему Действительно Нужно И рассматривает Себя Самого Как одно Из созданий Среди Прочих Созданий Уважительно Обозначая Зверей И даже Стихи Словом Люди Кабанов Он называет Людьми Автор Спрашивает У него Об этом Всё равно Люди Подтвердил Он Только Рубашка Другой Обмани Понимай Сердись Понимай Кругом Понимай Всё равно Люди Для меня Стало Ясно Воззрение На природу Этого Первобытного Человека Было Анимистическое И он Всё Очеловечивал В постмодернистской Литературе Пелевин Татьяна Толстая Владимир Сорокин Охотно Прибегают К образам Животных Гибридам Из животных Людей И Возят Звериные Атрибуты Как Конститутивные Составляющие В мир Своих Антимиметических Текстов В рассказе Пелевина Затворник И Шестипалый Точная Пространственная Временная Прорисовка Создает У читателя Впечатление Что действие Происходит На пустынной Стройке На окраине Города А на самом Деле Это птицефабрика А протагонисты Две курицы Обреченные На убой В его Сатирическом Романе Жизнь Насекомых Жуки Комары И мухи Выступают Как протагонисты Утопического Западного И постсоветского Мира В основании Которого Лежит Буддийское Метаповествование Проникнутое Верой В вечное Превращение Сущностей В путь Самоспознания И отрицание Материальных Ценностей Символ Навозный Шар Скоробея Как истина Это Как истина Это Единственный Истинный Путь В противоположность Этому В романе Дистопии Священная Книга Оборотня Наделенные Атрибутами Лисиц Гибридные Существа Являют Собой Персифляж Постсоциалистического Существа 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 Которых Существа Причем Причем Характер Существа Существа Неукоснительно Неукоснительно Следует Правилу Звери И в особенности Медведи Выступают в нем Под знаком Другого Я Человека Существа